Приветствую вас на канале Электрик от Бога. Очень часто возникает такая ситуация, что нужно прозвонить и проверить вот такие маленькие SMD светодиоды. Но щупы и крокодилы для таких мелких деталей весьма и весьма слишком большие и грубые. Понятно, что если мы хотим проверять вот такой вот обыкновенный светодиод, его легко можно присоединить к крокодильчику и прозвонить с помощью любого тестера, включив его в режим прозвонки светодиодов или обыкновенных диодов и транзисторов. С этой задачей, конечно, тестер справится. Но как с помощью такой методики проверять маленькие-маленькие светодиодики, это, честно говоря, уму непостижимо. То есть трудно, они и к пальцам прилипают, и к контактам прикоснуться весьма и весьма затруднительно. То есть, чтобы я мог проверить светодиод, мне нужно коснуться двух маленьких вот этих вот площадок. Вот у меня получилось. Но это, это очень-очень трудно. Поэтому, чтобы этого неудобства избежать, я предлагаю вам весьма простую методику. В качестве источника питания для прозвонки мы используем просто тестер в режиме прозвонки диодов. А на щупы и на крокодильчики мы берем и надеваем дополнительные провода. Так будет удобно. Вот соединили парочку дополнительных проводов. И к проводам присоединяем обыкновенные кухонные ножи с заостренным кончиком. Это удобно. Такие два ножа у меня на кухне помогают прозванивать светодиоды быстро и надежно. Сейчас покажу, как это происходит. С помощью ножей я могу и переворачивать светодиоды, и поворачивать их ровно так, как мне это нужно. А теперь наблюдайте. Вот перевернутые светодиоды. Я очень простенько могу прикасаться лезвиями ножей, а точнее остриями. И проверять их. Видно, что они светятся. А значит, эти светодиоды исправны. Их можно использовать для починки светодиодных лампочек или же в самоделках. Ну, конечно, придется помучиться, чтобы припаивать к ним какие-нибудь выводы. Или же их припаивать на то место, где у вас светодиод сгорел. Также можно, конечно, проверять и светодиоды прямо на живых лампочках. Но для этого придется сделать специальное устройство, которое будет повышать напряжение, достаточное, чтобы в лампочках на 220 вольт вы могли это организовать. То есть, организовать питание, с помощью которого мы проверяем светодиоды. Вот такая простая методика, когда с помощью двух кухонных ножей я легко у себя на кухне проверяю светодиоды, которые выпаял из светодиодной ленты. И они мне пригодятся в качестве доноров для того, чтобы делать самоделки, либо делать свои собственные светодиодные светильники с самодельными блоками питания. А на этом все. Пока. Надеюсь, этот прием вам пригодится. А на этом все. Пока. С вами был канал Электрик от Бога. Подписывайтесь на канал Электрик от Бога. И да пребудет с вами электрическая сила.